Ну что же, друзья, здравствуйте! Воскресенье сегодня. Вчера мы весь день двигались там по день рождения, ходили по дилер-шипам, искали мне машинку, и машинка эта нашлась в итоге. Но был непростой, непростой был путь. До последней секунды, собственно, уходя с последнего дилер-шипа, а последним случился Мерседес. Уже вечером в 9 часов. Уже вечером, да, в 9 часов, темно уже было. И я Свете говорю, ты знаешь, наверное, все-таки правильно было бы брать Лексус. И Света так говорит, да с чего же, говорит Света. И мы начали обмениваться, и в общем-то, действительно получилось, что... Получилось опять, что я все выбрала. Нет, 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 ну ты не выбрала, но ты мне, ну ты мне помогла как бы не пойти путем таким в эмоциональную сторону. То есть мы логически немножко так подошли, сравнили, и когда мы начали сравнивать, а у нас с основных дилер-шипов были распечатки, и с Акуры была, и с Лексуса, и с BMW, и с Мерседеса, и мы когда начали сравнивать, получилась такая история, что, конечно, мы ездили на машинах разных немножко габаритов, да, то есть мы ездили на совсем относительно небольших, типа там BMW-овской X1, до относительно больших, вот, например, на Акуре это была RDX, относительно большая. Я думаю, что самая большая из них была, наверное, все-таки в Мерседесе, да, вот наша GLC, которую мы водили под конец, она, наверное, была самой большой, но она все равно немножко меньше вот того, на чем я сейчас езжу, чуть-чуть меньше, там, на пару дюймов, во всяком случае, у меня нет протеста против этого размера, я к нему как бы привык, то есть меня вполне устраивает вот этот размер, хотя, может быть, чуть-чуть меньше, мне бы тоже было, я бы за, если бы можно было чуть-чуть, чуть-чуть уменьшить, я был бы за. В общем, мы ездили, сравнивали, сравнивали по цене, сравнивали по нагруженности, и я должен сказать, что в моем сознании серьезный вклад вот в то, как выбирать машину, внес тот факт, что мы купили Светлане три недели назад вот этот вот Мерседес GLA, и там уже какой-то есть набор фишек, и я уже на нем сколько-то наездил, там, я не знаю, может быть, 50 миль, там, по каким-то делам нашим совместным, и он понравился, он, он, конечно, мне понравился, но дело не то, что он конкретно мне понравился, но я уже хочу вот видеть вот это вот, понимаешь, когда кто-то там проезжает, бак-сигнал, опасность, там, 360 вот этот вот обзор, как бы, своей машины, да, я скажу, очень странная вещь получается, я, честно говоря, не ожидала, мы не так часто ездим покупать новые машины, чтобы понять, что далеко не все фишки присутствуют вот в этих лакшери машинах, то есть, мне казалось, что если ты уже берешь такую, как бы, продвинутую машину, да, то там уже должно быть все, но ничего подобного, там просто, вот, например, в Lexus, и какие-то вещей просто нет и нет, и все. На определенном уровне? Да, на определенную машину, конечно, да. Ну, вот и получается так, что вот если сравнивать какие-то параметры и цену, да, за которую тебя отдают это все, то получается, что Mercedes, наверное, пожалуй, не самый какой-то такой оптимальный. Особенно, если мы не будем сравнивать, скажем, вот этот Mercedes, там, GLC, который большой, вот как этот, например, с BMW X1, которая, ну, совсем маленькая, вот, поэтому если сравнивать в своем, в своем габарите, да, в одном и том же габарите, то получилось, что на сегодняшний день, вот с этими фишками, вот со всеми этими делами, и плюс с тем, кто мы есть, вот такие, как мы есть, потому что мы живые люди, у нас есть какие-то свои, там, симпатии, антипатии, я хочу сказать, что у меня, например, в отношении Volvo, у меня, например, очень позитивный такой этитюд, потому что у нас была Volvo здесь, это первая наша машина была. Вот именно, она была первая, говорит, если, в Запорожье очень хорошая машина, Ну, после Жигулей, да, ну, неважно. У нас был такой танк, будь здоров, там, 240-я, там, Диэл, или как это там, была эта, Volvo, ей уже тогда было 10 лет, нам ее подарили, но она была потрясающая. У меня в отношении Volvo всегда был такой, ну, пиетет, можно сказать, еще с советских времен, и так далее, то есть не то, чтобы, вот, мне не хотелось именно Volvo, я пришел, я хотел Volvo, ну, правда, вот, ну, ну, не сошлось, когда мы там уже внутрь. Уже есть какие-то ожидания, очень тяжело с такой вот, даже с Lexus и пересаживаться на что-то другой, нижеклассом, оно просто чувствуется по... До последней секунды я думал, что у нас будет Lexus. Когда мы водили Acura, я хочу сказать, что Acura дала нам самую хорошую цену, там, где-то, буквально, там, ну, может быть, 43 тысячи. Она ездила ужасно, как банка консервная. Ну, у меня не было такого. Она стучала, так, я говорю, она стучит, а этот salesperson говорит, что да, на нее все жалуются, что она стучит. Прямо под подсиденьем. Ну, вот на эту конкретную модель он говорит, что люди жалуются, что она шумновата, RDX. Он говорит, ну, если бы побольше взяли бы там MDX, вот она была бы побольше, если потише. Действительно, есть модели потише, есть модели погромче, но есть еще и размеры, вот так, чтобы в одном, вот, в одном, так сказать, сошлось все, вот так что-то не получалось. Короче, что, очень много белых, да. Что я хочу сказать, что они все ничего, то есть я не могу сказать, что какая-то из них была какой-то плохой. Ну, вот, кроме того, кроме Вольво, которая нам просто не понравилась, вот, ну, как бы эстетическая, так сказать, идея, вот, мы даже и водить ее не стали. Но, так они все отличные были. Нет, ну, вот, например, там вот Ауди, да, она была какая-то, такая, ну, как сказать, вот, двери, ты хочешь, чтобы они открывались плавно и закрывались плавно, а там дверь вот так вот открывается как-то рывками и не закрывается. Металл, металл. Ну, Светик, это... Еще раз, это какие-то вот такие мелочи. Это мелочи. Я внимания на это не обратил. Ну, правильно, но когда ты открываешь каждый день дверь, она легко открывается, вот эта мелочь, она тебя заставляет так насторожиться. То есть это... В Мазерате была дверь какая-то, ты помнишь, обратила внимание, да, без рамы. Да, да, да. Вот как в очках там очки. Это в Мазерате, это Альфа Ромео, да, это Мазерате. Нет, Альфа Ромео была нормальная дверь, а вот в Мазерате у нее дверь как раз такая была. А, да, да, да. Да. Вот. Там это, в общем, прикольно было. Но к чему я говорю, что я в меньшей степени обращаю внимание там на металл, такой металл, секунд. То есть мне, на самом деле, нравится, когда мужской такой металл. Бум! Вот, но все машинки были очень хорошие. Когда мы поводили Ауди, казалось, что это вот она. Тем более там она первая в своем классе по рейтингу идет. С микроскопическим, может быть, перевесом там над ближайшими конкурентами. Но вот номер один в этом Ауди. И она классная, она шла хорошо, все. Но дальше получается, что Лексус мне понравился даже больше, как он ходит. А Порш, это просто упоительно. Но очень дорого. И я бы сказал, по-своему, там с одной стороны роскошно, но кое в чем аскетично. Вот такое странное сочетание. И ты понимаешь, за что люди платят деньги. Я, когда сел за руль, я понимаю, за что люди платят деньги за Порш. Понимаешь? Но как бы это не совсем мое такое... Если бы я жил в каком-то вакууме, знаете, и не ездил бы каждый день на работу, и вообще как-то вот... И так я бы с удовольствием ездил на этом Порше. Тем более он по цене, вот как то, что мы в итоге и выбрали. Да, но насколько всего там к этому предлагается... В том, что мы выбрали там больше электроники, а в том, что мы взяли Порш, и взяли бы Порш, то там больше ходовой части. Но то, что мы выбрали, в итоге, оказалось самым близким к Поршу по ходовой части. То есть вот по тому, как она водится. И, ну, собственно, и с большим количеством электроники, и со всеми делами. И я хочу вот такую вещь сказать, что когда ты выходишь на рынок, вот в конкретный момент, вот кто-то предлагает, ну, вот как бы не побьешь. Вот в свое время я купил Lexus, вот этот Lexus, 8 лет назад, мне не хотелось еще один Lexus в семью. Уже был у Светы Lexus 2 года, и я думаю, зачем мне еще один? Мы с 7 парой покупаем. Но! Ну, не было в этот момент ничего. Сопоставимого. Сопоставимого. А сейчас наоборот получается. Да, сейчас наоборот. Другой бренд пошел. Значит, в то время, вот то, что я в Lexus имел за 42 тысячи, вот это же самое, я бы имел в другом месте за десятку выше. Ну, не было смысла вообще никакого. Мы тоже много перепробовали. Когда-то мы с тобой, помнишь, у нас было два Мерседеса, мы же их тоже не в один день покупали. Но на тот момент, вот так было. И вот этот момент повторился. Мы посмотрели, поводили и Мерседес GLC. Вот у Светланы GLA, есть еще GLC, есть GLE, который побольше, который мне великоват. А вот этот вот GLC, он точно как вот эта машина, на два дюйма короче. Он абсолютно такой же, как у меня был 10 лет ML, там какой-то он, 320, да. Ну, может быть, там действительно носик покороче был чем-то. Ну, практически то же самое. То есть это привычный, очень комфортный для меня габарит. Вот очень, я в нем, так сказать, живу, очень нормально. То есть я могу и чуть поменьше, но этот совершенно мой. Ну, крупнее уже как-то тяжело. И я хочу сказать, что вот по тому кайфу, который ты имеешь от вождения, вот когда ты на дороге, как он держит ее, как он в виражи там ходит, вихляет и так далее, вот тут им-пум-пум. Он, конечно, не Porsche, но очень, ну, как бы приближается. Это явно движение вот в ту сторону. Да, и секрет одинаковый, что нам Лена сказала, что она нашла такую машину, как мы хотели. По цвету. Ну, там по конфигурации, по цвету. И Михаил хочет красную машину. Ну, не вообще, но не красную, красную. Она, наверное, немножко бордовик, но все равно красная. Но красная такая, с металлическим отливом. Она красивая, конечно, очень, но я бы не стала ездить. Знаете, а я всегда мечтал, ты мне тогда Fiat не разрешила взять. Да, но это вообще... Того цвета, как я хотел. Я хотел какой? Да красный хотел. Ох, какой был Fiat 500. И мы взяли конечный, серый, но у него были сиденья красные с белым. Да, сиденья были шикарные. Сиденья были шикарные, я согласен. Вот Fiat 500 был очень такой кукольной машинкой, мультяшной, я бы сказал. Вот, так что едем мы на дилершип Вольво, Мерседеса, чтобы оформить документы на нашу машину. Пока мы тут ночевали, с утречка, мы уходили, закрывался дилершип, мы с Леной уходили домой все. Вот, и она с утречка нашла нам нужного цвета машину. Мы согласовали три цвета. Один цвет вот красный, как я хотел, и еще два таких в сероватую такую гамму. Один в сервер, такой, как у меня. Да, один серебристый, другой такой, более серый, но тоже с металлит. Очень красивые два цвета, изумительные, изумительные. Вот интересно, что Мерседес предлагает там любое сочетание внутренней обивки наружной. Да, потому что на всех других дилершипах говорят, так, если ты берешь такой цвет снаружи, то ты можешь только такой цвет. Это вообще катастрофа, это тот же Лексус цвет, и та же Акора. Очень все ограничено. Они просто задушили. Да, очень ограничено. Вроде берешь дорогую машину, и все настолько ограничено. Удивительно, это удивительно, что они с цветами делают. Но, во всяком случае, что я хочу сказать, что нам было сказано на Мерседесе, что красный вообще редко бывает. Это очень редкая модель. У нас тут на Лоте говорят, вообще нет. Но так вообще и бывает никогда, и так далее. Может быть, мы где-то найдем. Но вот в основном это вот такие и сякие. Я говорю, ну, в крайнем случае. Но такое ощущение, что Лена это дело как-то зацепила. Она поняла, что мне хотелось красненького. И с утра она нам пишет, вот так, мол, и так. Нашли мы вам, ё-моё. Ну и все, вот мы едем оформлять. Вот даже здесь на паркинг-лоте нет таких красных. Она сказала, что это модели обычно ставят в шоу-рум, чтобы привлечь внимание. Ведь они обычно очень нагруженные. Что они очень-очень нагруженные. Ну, мы у нас тоже нагружены. Да, но просто если там нагрузить еще того, чего ты не хочешь, то тогда просто дороже будет. То есть она говорит, что, может быть, вы и не хотите красную, потому что если есть, так она будет там нагружена, перегружена. А, и сюда встанем. Как раз нам очень вежливо уступили место. Все, друзья, и движемся внутрь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!